Всем привет ребята, с вами Банлайф и сегодня у нас будет видео про то, как получить аэродроп от проекта Scroll. Это будет более-менее подробный гайд, разберутся даже новички, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну а мы начинаем. Для начала давайте разберемся, что же это за проект такой Scroll. Scroll это блокчейн второго уровня, то есть он для оплаты комиссии использует токен ETH, но при этом у него все равно будет свой токен, который будет использоваться скорее всего для голосования. Но обычно все блокчейны используют свои токены для голосования, ну если они их не используют для оплаты комиссии, то есть они второго уровня, а не первого. Так вот, собрал данный проект 83 миллиона баксов инвестиций, что для криптовалюты очень даже неплохо, даже очень хорошо. И собрал он их от очень хороших фондов, таких как Polychain и Sequoia. А также член команды проекта писал в своем твиттере, что в течение нескольких месяцев пользователи получат вознаграждение за свое взаимодействие в сети. То есть прямым текстом будет аэродроп и пользователи вознаградят за то, что они тратили свое время и деньги на комиссию. Вот что по сути green flag, потому что проект сразу говорит, дроп будет делать транзакции, актив и вы свои деньги получите. Ну конечно не все так просто, но в принципе практически так. С проектом мы более-менее разобрались, этого в принципе хватит, но сразу возникает вопрос, а не поздно ли начинать? Потому что посты про скролл в телеграме были еще полгода назад, видосы на ютубе были тоже полгода назад. И новички думают, типа, а не будет ли такого, что я сейчас залечу, подавши деньги на комиссию, окажется, что там снэпшот был условно месяц назад. И 90% что нет, даже 99%. Почему? Потому что примерно полмесяца назад, если не ошибаюсь, 17 апреля, они выкатили, ну точнее анонсировали свои официальные квесты. Это не просто какие-то левые квесты там на Galaxy или там на Layer 3. Это квесты на официальной своей площадке, за которые они будут начислять свои поинты, за которые скорее всего и будет аэродроп. Вот. И как бы было бы очень странно, если бы они запустили квесты буквально, но даже не запустили. То есть там первый квест, он по сути уже есть, про него мы поговорим немного позже, но сама площадка с квестами, она еще не заработала. То есть они сказали, что вот у нас будет площадка с квестами, вы за квесты будете получать поинты, которые вас там будут продвигать в Dashboard. И скорее всего за данные поинты будет вознаграждение, ну это если так логично подумать. Но при этом, как бы, самой площадки сейчас нету. И было бы очень странно, если бы они выкатили свои официальные квесты, то есть не на Galaxy, за которые как бы предназначаются награды. Но при этом до этого сделали бы снэпшот. То есть люди, которые делают квесты, они ничего не получат, но это было бы очень тупо, поэтому 99% что начинать не поздно. И я так подозреваю, что вот они говорили, что там в течение нескольких месяцев будет вознаграждение. Обычно если SEO либо какой-то проект говорит, что как бы в течение нескольких месяцев, то это обычно 6 месяцев и дольше. То есть это не 1-2 месяца, это там 4, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. То есть времени еще очень много. Если вы даже до этого вообще не делали скролл, то есть у вас там нету активных дней и месяцев, у вас нету там транзакции, объема и так далее, то в принципе сейчас начинать можно, я сам только сейчас буду начинать загонять пачку аккаунта. То есть у меня там есть просто там 1 транзакция буквально через социальный мост и все. И что именно я буду делать, я тоже покажу в данном видео. Вот, поэтому как бы залетать или нет, решайте сами, но я буду залетать, что я вам как бы советую. Итак, куда же тыкать в скролле, чтобы потом получить айридроп? Ну самое первое, конечно, давайте же разберемся с данными официальными крестами, которые они выглядели. Ну потому что было бы тупо их пропустить. У них вот как бы первый крест, можно так его назвать, это просто сделать бридж через официальный сайт, либо там через какой-то стон, используя лейкзера, но я с этим даже не разбирался, то есть ну зачем это нужно, если мы так заюзаем официальный сайт, плюс еще сделаем себе транзакцию в эфире, что сейчас на самом деле тоже очень хорошо, когда мы взаимодействуем с их сетью эфира, тем более сейчас 5 бейдао, поэтому здесь в этом плане все окей, затраты минимальные. Так вот, первый крест по сути так и называется. То есть нам нужно просто сделать бридж в скролл через официальный мост. Еще очень важно, это какая будет сумма этого бриджа, сколько времени вы потом свой депозит будете держать как бы в сети и не выводить, потому что они говорили, что за размер и за время, за которое у вас как бы деньги просто лежат на кошельке, вам тоже будут начисляться поинты данного скролла, за которые и будет скорее всего аэридроп. Вот, как же это делать? Ну давайте для новичков покажу, для не новичков просто перематывайте наперед, потому что сейчас я буду показывать самую банальную вещь, просто как сделать депозит через официальный мост. Для начала вам нужно пополнить свой кошелек, например метамаск, эфиром в сети эфира. Как пополнить эфир? Ну можно либо зайти на любую биржу по типу бинанса, взять просто адрес вашего кошелька, зайти на бинанс, купить эфир, нажать вывести, эфир в сети эфира, вывести на свой кошелек и заплатить там за это дело вроде бы 5-10 баксов комиссии, очень сильно все зависит от Гвея. Гвея это комиссия, которую вы платите за транзакцию. Так вот, затраты 5-10 баксов. Можно на этом сэкономить и сделать это через RLA Bridge. Так, где он у меня здесь есть? Я его открывал. Так, секундочку, секундочку. Вот, RLA Bridge. Очень удобная штука, что же это такое? Мы сюда подключаем кошелек. Так, метамаск. Подключиться. Потом, для начала ваш кошелек, если у вас как бы вообще денег в никаких сетях нету, берете и пополняете его в сети бейса. Тоже эфиром в сети бейс. Например, столько икса, вроде бы в бейсе комиссия, там на вывод вроде бы там 15-20 центов, вообще копейки. После того, как мы пополняем себе эфир в сети бейса, мы сюда подключили свой кошелек, выбираем как бы откуда из бейса в эфир и закидываем сумму, которую мы хотим пополнить. Например, там 0-0-2 эфира. Это в районе там 60 баксов. И как мы видим, если мы выберем вот здесь вкладочку RLA, у нас как бы комиссия за нашу транзакцию будет 1 доллар. Для эфира это примерно мало, тем более у нас транзакция пройдет за 10 секунд. Давайте сразу это сделаем. Подтверждаем транзакцию. Так, комиссия у нас списывается как бы минус 0-0-2 эфира, это наша сама транзакция. И потом там комиссия даже не пишется, минимальная в самом эфира. Сейчас мы посмотрим, сколько именно она списывает. Так, ждем буквально пару секунд. Итак, наша транзакция прошла, она написана на шоу, как бы все прошло. И реально пришло там буквально 10-15 секунд. И также мы сможем посмотреть транзакцию нашу. Давайте ее откроем. Чтобы сказать, сколько мы точно заплатили за комиссию, транзакция, комиссия за транзакцию у нас 40 центов. Ну, по факту там сняла в районе доллара. Вот, то есть намного дешевле, чем с биржи, намного быстрее. И как бы у вас плюс там та транзакция в эфира, еще и там вы бейс зацепите. Ну, то есть вообще одни плюсы. Ссылочку на данный сервис я оставлю в описании под видео. Также хотел бы сразу сказать, немного такая небольшая реклама про свой телеграм-канал. То есть у меня как бы есть телеграм-канал, и там вообще вся информация выходит намного раньше, чем на ютубе, потому что на ютубе долго снимать видео. Поэтому, если вы еще не подписаны, переходите по ссылочке в описании. Подписывайтесь, за мной уже следит 21 тысяча человек. Всем огромное спасибо. Недавно мы пробили отметку 20 тысяч. Надеюсь, в этом году мы пробьем отметку в 30 тысяч в телеграме. Также всем спасибо, кто подписывается на мой ютуб-канал, потому что на ютубе мы уже пробили отметку в 40 тысяч подписчиков. Всех обнял, приподнял. Но мы давайте же дальше разбираться. После того, как мы себе закинули эфир из бейса в сеть эфира. Так, мы нажимаем продолжить. Давайте зайдем, откроем в метамаске сеть эфира. Так. И видим, что у нас эфир сюда добавился. Вот у меня было 220, но там даже кажется меньше. У меня было вроде 200 эфира. И мне пришло, сюда прилетело 60 эфира. Вот у нас как бы транзакция. Буквально несколько секунд назад она пришла. То есть эфир мы себе на кошелек закинули. Сколько закидывать эфира? Чем больше, тем лучше. То есть сколько вам не жалко. Условно, если вы собираетесь это обудить. Но я советую вообще в идеале от 100 баксов прогонять через официальный бридж. То есть рассчитывать, что вы на один аккаунт будете закидывать 100 баксов. Хотя бы там несколько дней держать. Ну и как бы вот еще на комиссии будете тратить. В идеале у меня, ну по моим расчетам, я на аккаунт буду тратить именно на комиссии. То есть я потрачу деньги и потом не смогу вывести. 30-40 баксов. Плюс у меня еще должно на аккаунте остаться там 20-30 баксов. Просто чтобы меня потом не сбили за баланс. Так, эфир мы себе на кошелек закинули. После чего идем на сайт с официальным бриджом. Опять же ссылочка тоже будет в описании под видео. Вы как бы не попадете на скам. Сюда подключаете свой кошелек. Выбираете из сети эфира в сеть скролла. Давайте обновим. Потому что у меня, скорее всего, баланс еще не подтянулся. Так, и выбираем сумму, которую мы хотим закинуть. Например, 0.03 эфира. Нажимаем как бы у меня комиссия за это дело всего 2,5 баксов. Ну почему? Потому что сейчас очень маленький газ. Я тем более снимаю ночью. Вот в 30 ночи. Поэтому как бы такое вот дело. И сейчас его советую делать. То есть не затягивать с этим делом. Потому что те, кто крутили скролл, помнят, как здесь комиссия за то, чтобы отправить транзакцию через официальный мост была под 40 баксов. Ну то есть вы сейчас тратите 2,5 бакса. А тогда люди, и я знаю, что они делали транзакцию, тратили под 40 баксов. Ну, можно сказать, вы сэкономите вы 20 раз. Так вот, просто нажимаете как бы депозит, подтверждаете транзакцию и закидываете. Я сейчас это делать не буду, потому что она будет все равно идти там 10-15 минут. А у меня там уже есть средства. И по сути это не нужно. Ну вот так вот делается данный квест. То есть вы просто закидываете сюда деньги. Неважно, кстати, по какую сумму, но желательно говорю 100 плюс баксов. Я думаю, что это как бы тоже возможно будет как мультипликатор дополнительный. Подтверждаете транзакцию. И вам ваш эфир падает в сеть скролла. Кстати, чтобы добавить сеть скролла себе в кошелек, вам нужен такой сайт как Chainlist. Так, Chainlist. Заводите на него, ссылочка тоже оставлю в описании. Если не оставлю, извиняйте, просто напишите в поиске Chainlist.org. И пишите как бы в поиск себе скролл. Нажимаете добавить, у вас добавляется сеть скролла. И ваш эфир сразу отображается. Давайте тоже нажму, добавить. А, у меня просто она переключилась. И видите, что у меня мой эфир в сети скролла. Вот, скролл сеть. И он отображается. У меня здесь есть 50 баксов в эфире. С официальным мостом, я думаю, мы тоже разобрали, что как делать. И в принципе все. То есть потом, если вы захотите вывести деньги, просто переходите на данный сайт. Нажимаете вывести как бы из скролла в эфириум. Точно так же нажимаете как бы сумму, которую вы хотите вывести. Нажимаете как бы комиссию. А, ну так давайте попробуем. Сколько у нас комиссии? А, комиссия здесь даже что-то там 25 центов. То есть еще намного меньше. Вот, нажимаете вывести. И оно будет выводиться тоже в течение там буквально часа-двух. Ну у меня так выводилось. Может быстрее, может чуть дольше. То есть если вам сразу не придут средства, не переживайте, все окей. Оно вам перекинется в сеть эфира. А там уже из эфира можете кидать себе на биржу и так далее. Вот, с официальным мостом мы разобрались. Теперь, ну как бы все. Потому что по сути, если говорить про квесты, то официальные квесты на данном этапе закончились. То есть они еще не вышли. Здесь еще нечего тыкать. Вот это как бы такой первый квест с официальным мостом. Как только будет что-то новое выходить, я буду это постить в телеграм-канале. Поэтому, если вы подписаны, вы ничего не пропустите. Но, что делать, кроме официального квеста? Потому что я все-таки думаю, что квесты квестами. Но основная награда будет не за квесты. То есть можно так сказать, что если вы сделаете все эти квесты, вы 100% получите награду. Потому что вы по факту будете делать официальный мост. Вы будете делать транзакции. Будете делать взаимодействие на разных сайтах. Пайт-домен, наверное, какой-то контракт вытвердить и так далее. Но, по сути, это можно сделать просто так и без квеста И, по сути, даже дешевле Вот, поэтому я на аккаунты, кроме квеста Я буду обязательно делать все задания в данных квестах На всех аккаунтах Но параллельно я буду делать все равно какие-то левые транзакции Набирать себе объемы, набирать себе активные дни, месяцы и так далее Что и вам, в принципе, советую, чтобы перестраховаться Поэтому давайте сейчас просто быстренько пробежимся По тому, что я буду делать Я уже не буду показывать, как куда тыкать Потому что, ну, по сути, все очень легко Это я так показал, прям, для мега-новичков Которые вообще там не понимают, что это такое метамаз Как куда нажимаете и так далее Вот, поэтому, если что-то непонятно, пишите Я буду понимать, что меня больше смотрят новички Я буду снимать, прям, видео по 40-50 минут Где я буду, прям, показывать, как именно, куда тыкать На какую кнопочку, чтобы у вас точно пришла транзакция Но я надеюсь, что вы и сами, в принципе, с этим сможете разобраться Потому что ничего сложного на самом деле нету Для начала, для тех, кто не знает, где брать вообще сайты Которые поддерживают сеть скролла Ну, чтобы на них взаимодействовать Ну, я либо еще в телеграм-каналах разных Потому что я подписан на много телеграм-каналов Просто пишите в поиске, там, скролл И вам сразу выдаются там сайты, на которых можно повзаимодействовать Если же вы не подписаны на много телеграм-каналов То вам в помощь идет просто сам официальный сайт скролла Ссылочка тоже будет в описании Переходите на него, переходите на вкладочку экосистема И вот у вас здесь есть все проекты, которые поддерживают сеть скролла То есть в которых вы сможете взаимодействовать Слева вы можете выбирать, там, комьюнити, депай, гейминг и NFT и так далее То есть сайты, ну, которые, как бы, разбиты по разделам, то есть по NFT Здесь только, там, условные маркетплейсы Депай, только депай и так далее То есть, например, если вам нужно поделать свапы, ищите депай, например, вот, киберсвап Нажимаете визит, у вас открывается сайт Так, подключаете сюда кошелек Только мне нужно высидеть скролла А, так, 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 секундочку Вот, высидите скролла и просто делаете свапы, например, там, эфиры на USDT Таким образом вы себе набиваете транзакции, вы себе набиваете плюс объем Так, с данным сайтом экосистемы, я думаю, вы разобрались Здесь можете выбирать абсолютно любой сайт Все это, как бы, не скамина, все окей Можете подключать сюда свой кошелек и делать различные транзакции Я же пробежусь по тому, что буду делать я Теперь, очень важно, я на все аккаунты буду себе покупать scroll name То есть, домен Очень просто Как его купить? Подключаете кошелек к сайту Пишите, как бы, имя, которое вы хотите купить Например, я не знаю Люблю Банлайфа Scroll, нажимаете регистратор И, как бы, цена за mint данного домена стоит Ну, в районе 8-9 баксов Я уже купил, поэтому я сюда покупать не буду Подключаете, точнее, подтвержаете транзакцию Все, вы покупаете себе данный домен, и он у вас будет на аккаунте Зачем это делать? Для того, чтобы кошелек выглядел более качественно Потому что домены поднимают качество аккаунта Потому что команда думает, что Ага, а вузере не будет тратить 8 баксов на один аккаунт, чтобы просто купить домен А мы их, типа, переигрываем и даже на свои мульты покупаем домен за 8 баксов Если, конечно, вы можете себе это позволить Если нет, то хотя бы сделайте один аккаунт Ну, как бы, можете много аккаунта, но хотя бы на несколько аккаунтов купите себе домен Потому что это может быть как мультипликатор, такое уже было Вот Теперь, данный сайт, тоже оставлю ссылочку в описании Если не забуду, подключаете кошелек, и здесь можно набить контракты Что такое контракты? Вот вам говорят, типа, набейте там 10-20 контрактов Условно, каждое взаимодействие с чем-либо Например, там, на киберсвапе Вы просто подключились к сайту киберсвап, сделали один свап То есть, ну, транзакцию обменяли там эфиры на юзит Вы заюзали, вы, точнее, использовали один контракт Я не знаю, как это правильно объяснить В общем, разные сайты, условно, это разные контракты Я думаю, так будет понятнее новичку Вот здесь же, каждая нэфтишка, каждый мин данной нэфтишки Она идет как отдельный контракт То есть, вы можете заменить себе хоть 100 нэфтишек И у вас будет 100 разных контрактов, если я не ошибаюсь Вот только выбирайте, главное, сеть скролла А не закосинка Дальше Лайеры банных, здесь очень удобно набиваются объемы Подключаешь кошелек и просто свапаете там эфиры, в основном на юзит Я советую, как были, точнее, в аримхолл Не делать прям много свапов туда-сюда То есть, что вы зашли, там, закинули 200 баксов И тыкаете, там, эфиры, USDT, 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 ETH И так много-много-много транзакций туда-сюда, набивая объем Мне кажется, что проекты идут в ту сторону, что за вот такую вот фигню Когда вы просто за, как бы, определенное количество рубеней, там, быстро, там, буквально в течение, там, 15 минут Делаете много транзакций, по сути, ненужных Ну, то есть, они смотрят, а зачем чувак только, что потратил 10 баксов Обменяв там 10 раз туда-сюда USDT на USDT То есть, по сути, это как минимум подозрительно И такое будет делать только боты Потому что, ну, я не знаю реального юзера, который заходит такой на PancakeSwap в USDT и такой Блин, мне нужно BNB на USDT поменять, там, 30 раз, условно Вот, поэтому, я советую, зашли сюда, сделали буквально, там, 2 транзакции Из эфира, там, можно в USDT, потом из USDT назад, там, в USDT Потом пошли, там, что-то с этим USDT сделали И только после этого пошли себе, можно даже в следующий день, свапнули назад в эфир Вот, такое будет намного лучше Если под хрома параметры будет быть, как это был в Варим Холл То есть, они просто, если вы набивали все транзакции через их, как бы, проект То они вас просто сбрыли А мне, например, за 4 транзакции, там, вы 4 разных дня, они не сбрыли Вот, поэтому, думайте, не делайте такие вот тупые транзакции Ну, как бы, можно немножко пошалить, но лучше не нужно Лучше делать качественный аккаунт, который будет выглядеть, как реальные люди Дальше, статистика по скроллу Очень удобная штука, то есть, вот вы там потыкали, что-то потыкали И хотите узнать, что у вас вообще по статистике по скроллу Вы просто берете свой адрес из кошелька Вставляете его сюда, только выбираете слева скролл Здесь можно, кстати, посмотреть статистику не только по скроллу Там, по закосинку, по линея, бейс, бласт и так далее То есть, вообще, в принципе, любые проекты, которые вы отрабатываете Ну, большинство Вставляете адрес и нажимаете скан Ждете несколько секунд, там, минут О, какой интернет И так, смотрим, по, например, статистика по моему кошельку У меня, как бы, взаимодействие 1 час, 3 дня, 3 недели и 2 месяца То есть, у меня была транзакция в разные месяцы Потом ранг у меня тысяча, ну, точнее, тысяча Миллион, девяносто две тысячи, какое-то там место Скорость 28, транзакции у меня всего 12 Контрактов у меня уникальных 6, а всего 12 Объем у меня 380 баксов То есть, когда я купил, продал, точнее, объем транзакций NFT у меня заменчена только одна штука Потратил я на комиссию 4 бакса Там баланс в эфире оно не показывает А, ну, показывает, там, 50 баксов И натив бридж, то есть, это бридж через официальный мост У меня там 98 баксов Вот, то есть, в принципе, всю статистику, которая вам нужна Вы можете посмотреть через данный сервис Еще немного про статистику Смотрите, у меня потрачено на комиссии Там, пишешь 4 бакса, но я еще брал там домен То есть, можно сказать, 12 баксов Ну, ладно, даже пусть будет 15 баксов Я потратил 15 баксов, и я уже, как бы, вхожу в топ 42% лучших Обычно, для того, чтобы, как бы, чувствовать себя более-менее нормально В плане именно дропов Нужно, чтобы ваши кошельки были в топ 30% Если вы прям хотите себя чувствовать прям хорошо Что у вас, ну, если будут брить именно по каким-то показателям Которые набиваются вот так То, если вы будете в топ 90%, 90%, что вас, как бы, не побреют и возьмут Вот, поэтому старайтесь, как бы, пробиваться в топ, там, не знаю, 10-15% По затратам, я говорю, это будет в районе, там, 30 баксов Возможно, дешевле, если вы уберете домен Потому что здесь домен не пишется, как, там, отдельный домен Здесь просто пишется домен, это, как бы, одна транзакция, один контракт, и все То есть, по сути, за эти 8 баксов можно сделать, там, условно, там, 5 разных контрактов и 5 разных транзакций И это, как бы, будет оцениваться в плане статистики лучше Но мы не знаем, за что будет брить скролл, поэтому с этим тоже аккуратно Если я очень быстро что-то объяснял, извиняюсь, ставьте на 0.5x И, опять же, переслушивайте данное видео Надеюсь, новичкам было понятно Теперь давайте еще немного пробежимся по тому, что я советую сделать на кошельках Чтобы, как бы, обезопасить себя в плане сбрыва Ну, точнее, не обезопасить, а сделать шанс сбрыва вашего аккаунта максимально маленьким Вот, потому что, как бы, никому неприятно, когда их аккаунты сбывают, они не получают дроп Первое, что очень важное, это сделать себе активность в сети эфиры Почему? Потому что, вообще, эфир считается основной сетью Как бы, сейчас у нас пока что в криптовалюте Эфир это топ-2 монета Так вот, и очень многие проекты смотрят на вашу активность в эфире Я так подозреваю, что, например, вот, старинет был потому, что, там, 5 баксов на балансе вы не держали в эфире Поэтому, это тоже, как бы, следующий пункт Закидывайте себе в скролл 20, 30, там, 40, ну, чем можно больше эфира Чтобы он просто лежал на балансе Ну, как будто, вот, вы пользуетесь, и вы, там, можете зайти раз в день И сделать транзакцию без того, что вам нужно опять пополнять, там, через официальный мост Так вот, старинет сделал это, балансы, мы, как бы, очень многие возмущались А что, там, у меня, и поэтому тоже критерию сбыл То есть, у меня вообще ноль аккаунтов прошло в старинет, прикольно, из 50 Так вот, сейчас же, мне кажется, будет такая мета, что будет брить по транзакциям в эфире Потому что это довольно-таки дорого, но относительно дорого Сейчас, конечно, гвей 5, это не совсем дорого Но все-таки, то есть, у многих людей их просто нету, либо их очень мало Я советую в эфире набивать себе 5-10 транзакций Еще, прям, в идеале, это, прям, если жирный аккаунт, это купить себе ENS-домен Что такое ENS-домен? Это ваше имя в сети эфира То есть, ник на им, на который, как бы, можете отправлять деньги, и они придут Вот, например, у меня, как бы, есть, там, адрес кошелька Там, 0, 0, 0, там, что-то, что-то, что-то И у меня есть домен lovebonlife.itk То есть, в принципе, если вы отправите на lovebonlife.itk деньги, они придут мне на кошелек Вот, ну, это, как бы, такая основная функция То есть, что можно, вот, не запоминать адрес, а запоминать просто домен Вот, ну, а еще, вторая такая функция, что очень многие тоже проекты смотрят на домен То есть, ну, не совсем проекты, а качество аккаунта смотрится на домен То есть, например, если вы делаете getcoin-passport Это сервис, который, как бы, проверяет качество вашего аккаунта То он вам будет давать определенное количество поинтов за то, что у вас есть ENS-домен на кошельке Потому что не каждый CBL будет тратить довольно-таки большую сумму на покупку данного домена Я вот покупал буквально сегодня, чтобы просто проверить Пригвее V5 у меня ушло 16,5 баксов на покупку домена Там буквально несколько букв, да, старайтесь писать не, там, 3-4 буквы А хотя бы, там, 8-9-10, тогда домены не будут такими дорогими То есть, у меня, вот, домен lowbanlife у меня обошелся на 2 года Ну, я его купил на 2 года 10 баксов именно за сам дебен плюс 6 баксов за комиссию Но, также, на свой старый аккаунт, при гвее, я не помню каком Я покупал себе домен, там, банlife.ua, кажется За 80 баксов Ну, то есть, разница в, так, 6 раз просто из-за гвея Поэтому, вот, сейчас, пока низкий гвей, сделайте себе на хороший аккаунт Не на все аккаунты, потому что, все равно, там, под 20 баксов тратить на аккаунты Это, в принципе, дело не из дешевых Но, хотя бы, если у вас, там, фирма, условно, из 10 аккаунтов На 1-2 аккаунта купите домен Потому что, если они будут брить по доменам Они избрыт очень большое количество человек Но, соответственно, на то количество человек, которые придут Они получат, как бы, очень большой дроп Поэтому, еще раз, кратко, для того, чтобы вас не избрили Трансакции в эфиры В идеале, нажиренные аккаунты Это домен от ENS Как бы, официальные такие домены в сети эфира Вот, потом, оставлять себе баланс в эфире на кошельках Именно в сети эфира, хотя бы, там, у меня остальные, там, баксов 30-40 Вот, и в искроле тоже оставлять себе баланс Тоже хотя бы 20-30 баксов Вот, в принципе, все Потому, как я считаю, они, возможно, будут как-то брить А, ну, также делайте желательно еще активности Параллельно, то есть, не только в сети скролла И не только в сети эфира То есть, можете на один аккаунт, один адрес Это же, как бы, EVM Вы можете также скрутить за косинку Это будет тоже хорошо Потому, что они будут видеть, что вы, как бы, не только заходите на свой кошелек Чтобы, там, поделать транзакции в эфире Ну, и также делаете транзакции, там, в закосинке В бинанс-морчине, в эфире и так далее То есть, это тоже будет увеличивать качество вашего кошелька Что, конечно же, хорошо Итак, видео подходит к концу Ссылочки, напомню, оставлю в описании под видео Чтобы вы не попались на скам Также ссылка на мой телеграм-канал И, как бы, призыв подписаться на мой телеграм-канал Тоже будет в описании под видео Поэтому, обязательно подписывайтесь Всем удачи, всем профита И всем пока